всем большой привет приглашаю вас в мир кривуляк сегодня у меня будет последний завершающий отчет по моему проекту свадебный сэмплер по дизайну майкла павла знаете раньше сюжеты и проекты которые которых было изобилие бэкстича меня не то чтобы привлекали я относилась к ним достаточно как бы холодно и тем более вот такие дизайны в стиле кривулек тоже меня в общем то не привлекали но в какой-то момент произошел вот такой щелчок поворотный момент когда мне захотелось вышить что-то интересное что-то стильное и первым сюжетом который меня в общем себе привлек и является именно вот этот свадебный сэмплер который в принципе тоже является и свадебной метрикой вначале метрику я делать не планировала так как тоже особо к метрикам отношусь прохладно но в итоге все-таки думаю ладно раз вышелся ну пусть будет уже метрика и так не буду вас томить схемой которая сейчас перед вами которая в общем то здесь очень сильно помотана потрепана резаная клееная черкана я вообще все схемы которые попадают ко мне в руки они переживают очень тяжелую скажем так жизнь им не везет потому что я с ними обращаюсь вообще бессчадно черкаю потом выбрасываю вообще как бы такой момент и так схема уходит в сторону и я вам покажу свою законченную работу еще не стираную не глаженую вот такую мятую только-только вот сняла с пялец поэтому показываю как есть ой как интересно вот сейчас снимать видео обратил внимание что я не дошила вот бэкстич вот эти вот ажурные здесь такие завитушки ну ничего страшного сейчас я их зашью перед тем как идти стирать эту работу она сама небольшая вот моя рука в общем тогда видите такая миниатюрка получилась но очень не стильная очень яркая вам чуть позже покажу все в подробностях сейчас мы пойдем стираться так что оставайтесь со мной увидимся в следующем эпизоде так идет процесс подготовки набираем холодную воду в начале чтобы смыть разметку достаточно воды чтобы не было шума и так немножко посмотрим вот так еще на работу и вперед знаете всегда смотрю видео особенно обращаю внимание когда девочки вот показывают саму сам процесс стирки очень мне нравится рассматривать вот цвета именно в воде как преображаются оттенки насколько становится более яркая яркая работа вот интересно почему именно в воде почему такие краски они живую не сохраняются было бы очень не вообще здорово отлично я вижу что маркер у нас весь ушел сразу иногда бывает что немножечко где-то остается и приходится там немножко потереть ну вот как мы видим все чудесно осталось это пятно вот зажимов так маркера не ну все отлично можно приступать добавить немножко средства и приступать к стирочке стирать свою работу я буду вот таким жидким средством планет это биосредство у меня есть такие пробники я их сохраняю специально вот для вышивки чтобы они у меня вот были отдельно да не как мне нравится маленькая такая бутылочка добавить сюда нужно буквально одну капельку вот просто видно да там капелька действительно немножечко сделаем постирушки местах где были яйца где было закрепление на станке остались следы это очень хорошо пахнет приятно хотя я всегда против всяких запахов средства потому что все равно это химия ну это вроде бы очень такое щаящее водичка чистая ничего конечно очень аккуратно всегда вышиваю у меня ни пятен ни чаев ни кофеев не получается таких вещей вот так сейчас мы будем полоскать все готово у меня оранжевый тазичек солнечный ну классно же какие краски как все ярко замечательно ну все я думаю что мы ее уже просто застирали мы ее наполоскали все очень хорошо давайте теперь мы ее сейчас в полотенчика завернем полотенчика у меня тоже оранжевое другой этот цвет так берем нашу работу таким образом раскладываем на нашем полотенчике и будем вот таким образом немножко не тут заворачивать вот так вот так вот такую вот колбаску все скрутили отлично вот хорошенько я так проминаю эту колбаску чтобы отжать работу сейчас я ее выложу буквально на 10-15 минут жарко она немножко подсохнет и мы сразу ее будем гладить так что увидимся в следующем эпизоде и так немного дав подсохнуть нашей работе мы приступаем к глажке я всегда ее предварительно вытягиваем это в тот момент когда она у меня постиранная я ее раскладываю потом на полотенце я ее вот вытягиваю вот таким образом по диагонали чтобы не было таких грубых складок и чтобы она высыхала все таки более-менее ровном состоянии так начинаем иглашку именно с изнанки чтобы ничего не травмировать так вообще все рекомендуют проходим со оттуда вот процесс с паром утюжим немножко на лице прогладим теперь оставим дальше немножко подсыхать пусть немножко еще получше досохнет и еще раз мы пройдемся утюжком итак моя работа высохла и мы начинаем гладить ее гладить будем с изнаночной стороны вначале у меня утюг стоит на функции совпаривания люблю я эти процессы завершающие когда работу стираешь когда ее вот утюжишь тоже вот вот самый самый такой момент предпоследний перед оформлением перед тем как работу можно показать во всей ее красоте я думала я думала все готово итак все необходимые процедуры завершены стирка глажка и работа готова представиться во всей красоте не обращайте внимание на посторонние звуки мы красим вот поэтому немножко будет шумновато но другого времени я не нашла потому что несмотря на то что мы вернулись из отпуска ездили на остров андрос очень красивый остров хорошо отдохнули вот а сейчас вернулись и есть у нас тоже какие-то и домашние дела и рабочие тоже моменты вот сейчас красный дом поэтому немножко конечно неудобства но я думаю это не помеха давайте немножко я вам расскажу об этой работе немножко статистики размеры этой работы 18 на 25 сантиметров с учетом конечно же всех сердечек с захватом она небольшая вот такая вот как миниатюрка получилась вот если я положу свою руку сверху да то я практически ее закрываю рукой мне очень нравится эта работа это моя первая первая работа в этой стилистике и у меня уже есть на примете еще целых два проекта я думала один но все-таки два это secret garden 1 и secret garden 2 я вставлю тоже картинки чтобы вы могли понимать о чем я говорю в начале я планировала только secret garden один сделать но потом нашла и второй и решила думаю ну что ж надо уже делать триктих будет еще и третья работа ну это не к спеху а в дальнем будущем может быть через год потихонечку я там тоже буду отшивать темы распечатанные в общем то все материалы есть поэтому переживать не о чем итак еще немножко статистики об этой работе здесь у меня использовалось двадцать шесть цветов ниточек на каком-то этапе я переорганизовала мой процесс я вам этого не показывала у меня все поместилось вот так вот в коробочку когда-то покупала такие коробки небольшие и вот они для маленьких процессов очень даже удобно у меня так все организовано двадцать шесть цветов ниточки дмс сама переводила из анкора в дмс в принципе считаю удачный подбор получился все мне здесь понравилось ну в таких работах в чем есть прелесть что здесь ошибиться в общем то даже если ошибешься то проблемы не будет потому что можно самопроизвольно заменить некоторые оттенки какие вы захотите и у вас будет своя дизайнерская как бы тоже работа ничем не хуже да потому что это все таки дело вкуса может вам захотеться сердечки сделать более красными или еще что то вот единственное что хочу отметить по этой схеме которую я скачала с интернета конечно же с какого точно сайта уже не вспомню если вспомню вставлю ссылку в инфобоксе смотрите значит здесь я нашла сразу ошибку когда стала вышивать вот этот вот колокол он шел таким серо-фиолетовым цветом что сразу бросил глаза потому что на обложке все-таки черный я зашла в перенабор перепроверила да действительно шел ошибочный цвет но черный есть черный его спутать ничего нельзя и я его вышла черненьким цветом возможно здесь есть еще какие-то ошибки но опять же я их не выявляла и думаю что это все некритично вот как я уже говорила из этой работы я все-таки сделала метрику вот и как только у нас откроются багетные мастерские так как у нас сейчас все в отпусках это такая наша особенность в Греции в августе все частные мелкие магазины закрываются примерно до 25-го числа и вот мы тоже в принципе закрылись отпуске какие-то дела кто что хочет то и делает еще небольшой факт маленькая статистика об этой работе здесь у меня вышелось 57 сердечек да 57 с учетом вот этих крупных сердечек мелких получилось 57 сердечек если кто занимается нумерологией я думаю что вы поймете это хорошее число вот я не увлекаюсь но так иногда могу что-то почитать что еще рассказать вам об этой работе в принципе вы все видите вставлю как я уже сказала еще фотографии в крупном плане чтобы вы могли порассматривать вышивала я ее на пяльцах вот очень мне понравились эти пяльца покупала здесь очень качественные очень хорошо держат канву поэтому как-то я так к ним подсела и у меня сейчас все процессы на пяльцах очень удобно очень легко менять работу тем более такую маленькую вообще без проблем вот так еще мне очень нравится позитивная надпись которая находится у основания этой церквушки на английском читать не буду коверкать язык ставлю тоже в инфобоксе как написано скажу только перевод по-русски так как я это понимаю жизнь прекрасна когда вы любите и вас любят вот как-то так да действительно очень позитивная работа получилась в общем вот такой мой первый опыт работы с вышивки такого дизайна кривульки стильного очень мне понравилось и в общем то нет здесь ничего сложного я раньше так боялась бэкстича мне казалось что это что-то неподступное но на самом деле все это дело как бы подхода может быть наверное нужно созреть быть готовым к бэкстичу дело вкуса и настроения когда меняются наши предпочтения вот на данном этапе у меня вот такой вот такая волна вышивать такие вот интересные сюжеты ну а на этом у меня все спасибо что вы были со мной желаю вам хорошего настроения конечно же успехов в вашем творчестве и до новых встреч всем пока и небольшой пс хочу показать вам как выглядит изнанка вот такая она немножко рябенькая это из-за большого количества бэкстича у меня первый раз такая изнанка но это нормально я думаю для таких процессов и еще один момент факт который нужно как бы обратить внимание и чем я сейчас займусь это вот подрезкой вот таких маленьких хвостиков у меня такие остаются когда я закрепляю вот такие одиночные да там группы крестиков мы часто забываем про этот момент и спешим несем работу в багетную мастерскую где мастер естественно не обращает внимание на эти хвостики натягивает нам работу и потом все они просвечиваются поэтому я не буду откладывать и ждать этого момента сейчас сяду и подрежу все хвостики чтобы она была уже готова к оформлению ну на этом точно все до новых встреч пока пока это не только но и все это не только это не только Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok